коллеги здравствуйте а давайте проверим связь если видно презентацию видно и слышно меня михаила пожалуйста поставьте плюсики в чат коллеги вечер добрый да дмитрий спасибо все отлично значит у нас все работает коллеги рада вас приветствовать на бинаре от формирования дорожной карты и rp систем меня зовут екатерина я занимаюсь организации обучения в учебном центре и без и займу вас буквально две минутки расскажу по организационным моментом так во первых вы можете в течение вебинара писать все ваши вопросы в чат и уже в конце вебинара михаил к ним вернется и ответит на них и также просим вас оставаться до конца мероприятия так как мы для вас приготовили приятный бонус и буквально пару слов про учебный центр ibs для тех участников кто впервые присоединился на наше мероприятие про нас пару слов учебный центр ibs более 15 лет обучает эти специалистов и ранее мы работали под брендом looks of возможно вы нас знали под этим именем а мы занимаемся обучением всех проектных ролей а также оценкой персонала и у нас свой сертификационный центр для java специалистов аналитиков и тестировщиков и вот на слайде вы видите все основные направления по которым мы проводим обучение и также отдельно можете посмотреть на курсы по как раз таки композитным системам ерпи расписание также есть у нас на сайте и подробные программы этих курсов так на этом у меня пока все я останавливаю презентацию а миша пожалуйста тебе словом это наш сегодняшний спикер михаил детсберг да коллеги привет мне кажется на ты все мы достаточно демократическом режиме работаем но если не так извините если кого-то обижаю так попробую видеокамеру включить супер так слайды 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 о чем хотелось сегодня действительно немножко поговорить так видно ли мой экранчик я вижу коллеги видно вроде видно да хорошо давайте такой сделан небольшой как бы экскурс действительно катерина рассказала что действительно достаточно много тренингов в учебном центре рассказывать или рекламировать их но наверное это не моя задача да я наверное чуть-чуть расскажу про себя и возьму какой-то кусочек мне кажется достаточно вкусный интересный которые ну может вам будет полезно для того чтобы там составить мнение о том что нравится вам это не нравится заниматься для кого-то будет открытым для кого-то наоборот скажите вот я лучше знаю сто раз это нам у вас глядишь и позовем наш учебный центр тоже не исключен такой шанс значит двух словах про меня значит зовут меня действительно михаил геттберг я достаточно давно уже войти уже получается совсем не молодой да извините четверть века да сам писал когда-то код руководил командой разработчиков потом их стало чуть чуть больше потом появилась команда тестирования занимался поддержкой решил перепрыгнуть в бизнес анализ системный анализ решил посмотреть что это поиграет со стороны заказчика надо сказать что большую часть времени занимался заказной разработкой да опыт продуктовый у меня есть и еще соответственно и в консалтинге тоже поработал но лето соответственно много значит ну самая наверное моя такая значимая роль это как раз вот компания люксофт я дорос то что у меня была тройная роль я занимался управлением филиала в петербурге было ресурс менеджером нас их было двое по всей россии то есть отвечали за собственно старт проектов найм команд формирование команд по различным навыкам обучениям в рамках россии то есть достаточно много ребят ну и соответственно оставался всегда в деливере то есть под словом деливере подразумеваем собственно производства до реализация тех или иных проектов большая часть моего опыта связан с финтехом всевозможные банки преимущественно западные просто исторически сложилось но кроме этого были технологические интернет всевозможные решения сейчас я занимаюсь ритейл практиками да уже не в компании люксофт но это не так страшно да с учебным центром уже ну уж получается больше десяти лет читают тренинги по формированию команд по управлению проектами по оценке рисков по оценке трудозатрат по всевозможным гибким методологиям все 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 вот это на в рамках компании люксофт у нас достаточно была активная практика про cross review и проведение международных аудитов на соответствие стандартам собственно в этом есть некоторая разница да если у вас аудит у вас есть какой-то стандарт или чек-лист которым вы сравниваете если соответственно review это соответственно выполнение некоторых хороших правильных практик да не могут более жесткого нотирован walks нажимаю могут быть соответственно мягко но все равно нельзя сказать, что там жестко вырубленные и так далее. Мои контакты, если хочется что-то спросить, уточнить, пожаловаться или порекомендовать, или порекомендоваться, пожалуйста, вот они, контакты внизу. Итак, вот видите, 30 секунд небольшой саморекламы, и мы бежим в суть. Значит, о чем мы хотим сегодня поговорить? Это дорожные карты. Для кого-то термин знакомый, кто-то его активно использует, кто-то использует в речи, но реально никогда не рисовал, не конструировал, не отвечал за результат. Такое тоже бывает, еще раз, ничего страшного, просто такие реалии. Значит, сегодня мы действительно немножко изучим, что такое дорожная карта. Посмотрим, чем отличается дорожная карта от плана проекта. Поговорю про, собственно, цели. А для чего это? Ну, потому что вам рассказывают какую-то новую фишку, новый какой-то подход. Отличие он. А что он дает вам лично, как руководителю проекта, как директор по разработке, например, или ведущему новичку. Ну, вот у него есть какие-то плюсы. Поговорим про приоритеты. Поговорим немножко про ограничения. Ну, и посмотрим с точки зрения действительно изменений в проекте. Да, то есть как взаимодействует, образно говоря, артефакт, который мы называем дорожная карта, и, соответственно, собственно, сам проект в разрезе именно изменений. Или change management, или CM. То есть, или в русской аннотации, ZANAI, запрос на изменения. Да, все аббревиаторы примерно об одном и том же. Значит, планчик нас, который я озвучил, вот он. План, карта, план, приоритеты, ограничения, итеративный подход и, соответственно, изменения. Все-таки есть некоторая итеративность. Ну, и вообще, даже большие системы а-ля ERP, а-ля FNR, а-ля что-нибудь CMS, если это не маленькая на коленке, да и вообще много чего можно сделать, требуют все-таки разбиения на какие-то этапы, какой-то итеративности. А значит, у заказчика есть возможность поменять сроки, приоритеты, бюджет и так далее. Вы должны как-то с этим как-то работать. Ок. Хорошо. Дорожная карта. Эй, значит, идем вперед. Значит, ну, коротенькое определение, что же это такое дорожная карта, или еще слово заимствование из английского языка road map. Ну, дословно. Road дорога, map карта. То есть, это, давайте, документ или артефакт. Да, в котором, собственно, учитываются, да, и явно обозначено цели проекта, вехи, даты и, соответственно, исполнители. Про последние иногда забываются. Иногда это, а-ля, у нас есть там карта на три года. Мы воткнули три веха, конец 24, 25, 26 и написали. У нас, не знаю, проект DRT, версия 1.0, версия 2.0, версия 3.0. Все, и подписываем такой документ. Понятно, что он такой сферический конь в вакууме. С ним не очень понятно, как работать. Он не учитывает никакие ограничения зависимости, но зато он такой достаточно красивый, может быть. Значит, обычный подход, да, еще традиционный. Сначала у нас есть дорожная карта, потом мы пошли за финансированием, потом мы углубились внутрь и сделали детальный план. Ну, это как бы традиция, ну, реальная жизнь там расставляет свои некоторые акценты. Да, может быть, обратная ситуация. Сначала у вас план появился, потому что вы делали маленький какой-то прототипчик, потом вы поняли, что из-за этого может что-то большое вырасти, и это выгодно для компании, да, и думаете, ага, надо же это какое-то действительно финансирование получить, надо привлечь внимание к нашему проекту, и у вас рождается дорожная карта. Может быть, и другой сценарий там уже, когда вы живете только дорожными картами. Есть четвертый сценарий, когда вы про дорожную карту ничего не знаете, и знать не хотите, и в гробу все это видали. Тоже такое бывает, да. Ну, в общем, мы попытаемся сделать как-то правильно, или как следует, да. То есть в идеале должно быть действительно из дорожной карты, которая, собственно, вот показана, вот у вас там есть какие-то ориентиры, и какие-то красивые вешки, и вы двигаетесь в светлое будущее, да, с учетом всех ограничений. Вы получаете, это уже что-то интереснее, смотрите, это уже поквартально, да, Q1, Q2, то есть первый квартал, второй, третий, четвертый. Есть отдельные направления, горизонтальные, например, по там плейнингу или по прайсингу, да, то есть который функционал, он говорит, вот это у нас интеграция, вот это у нас новый рынок, вот это у нас репортинг какой-то, да, и дальше вы там вехами что-то там нарезаете, да, ну и можно и дальше копнуть, это уже, видите, еще чуть-чуть более детальный, видно, что здесь стрелочек или колбасы, как они называют, они больше, они разных цветов, есть разные фазы, есть сквозные срезы, есть всевозможные, скажем, релизы, ну и так далее. Можно и дальше двигаться в сторону там гранулярности. Это, соответственно, в двух словах, что такое может быть дорожная карта в каком-то исполнении, да. Значит, цель, да, сделаем этот шаг назад, да, или, как говорят американцы, step back, то есть сделаем чуть-чуть шаг назад, да, то есть какой цели преследует дорожная карта, да. Первое, это действительно улучшить коммуникацию, то есть дорожные карты создают действительно для взаимопонимания между участниками команды, то есть кто, собственно, делает этот проект, между отделами, как внутри проекта, так и снаружи, и руководителями. Да, хорошо, если у вас есть один руководитель, а бывает их, соответственно, множество, и у вас там матричная структура, и зависимые проекты, да, и вы смотрите на одно и то же, да, то есть с ее помощью, естественно, проще рассказать о миссии проекта, о стратегии, донести информацию о ключевых этапах работы. Следующий момент, это действительно построение единого видения, то есть благодаря дорожной карте каждый член команды видит, куда движется проект или продукт, то есть надо понимать, что эта история растянута во времени, да, часто люди представляют, что дорожные карты, это вот точка ноль, и дальше что-то нарисовано, вовсе нет, это часть истории, а дальше, соответственно, проходит квартал, и у вас дорожная карта, которая, а, у вас точка now, точка сейчас, она поменялась, у вас сместились какие-то сроки, у вас что-то изменилось, да, что-то схлопнулось, что-то схлопнулось, да, то есть это живой, живой, соответственно, документ, живой артефакт, с которым вы продолжаете работать, да, и с которым вы отслеживаете, собственно, свой прогресс, и визуализируете, да, инвестору, например, нужно больше денег, или нужна административная помощь, еще что-то нужно, и, как я говорил, это действительно помогает в разработку детального плана работы, дальше, да, поскольку есть у нас основные этапы развития проекта или продукта, мы помним, что это не совсем все то же самое, да, то действительно, имея единое видение, да, мы можем действительно дискутировать и понимать, окей, нам действительно важно в этом квартале сделать такой функционал, или мы можем в облако, например, нашу инфраструктуру не переносить, поскольку у нас там не полностью амортизированные средства, или еще есть какие-то необходимости сдвинуть ту или иную вверху, да, или подвинуть тот или иной функционал, то есть дискуссия и выравнивание, да, то есть выстроение общего видения, то есть мы снова возвращаемся к этому, и это, соответственно, помогает действительно генерировать идеи, прорабатывать вот это видение и принимать решения. Дальше. Мы действительно сможем согласовывать, да, работы, оп, извините, меня перепрыгнуло, да, то есть раз мы проще смотрим на вектор развития, у нас есть в голове стратегия, то мы легче можем синхронизировать работы между команд, между отделами, да, и, соответственно, всеми участниками процесса. То есть, в принципе, вот четыре цели, для которых, собственно, мы, собственно, используем этот инструмент дорожной карты. Давайте двигаться дальше. То есть мы поняли цель, теперь для кого, для кого мы, собственно, ее строим. То есть ее действительно удобно показывать нашим заказчикам, стейкхолдерам, инвесторам, то есть людям сверху, которые не только оказывают на нас положительное влияние, но и финансируют, крайне заинтересованы в наших успехах, да, а именно мы говорим про процесс, мы двигаемся последовательно или мы двигаемся параллельно, да, какие у нас задачи, какие у нас будут вехи, где у нас, соответственно, сроки, да, в какой год, собственно, да, или в какой квартал тот или иной функционал уже там будет доставлен нашим заказчикам, нашим клиентам, да, конечным пользователям и так далее. С помощью нее, соответственно, мы можем управлять, а именно сравнивать между тем, что мы запланировали и то, что мы получили, да, сравнивать, находить разницу и вносить корректирующее действие и дальше оценивать его эффективность. То есть она, получается, нужна и руководителям, да, то есть мы создаем, да, карту работ, да, понимаем еще раз, стратегию, сроки и можем использовать ресурсы. То есть руководители могут вовремя понять отклонение от цели, направить работу на достижение совместного результата. Партнерам, да, то есть если у нас какое-то партнерство, мы увлечены, у нас есть подрядчики, которые, собственно, отвечают тоже за часть этой платформы, да, за ее внедрение, за ее локализацию, да, за ее адаптацию на каком-то рынке, часть функционала, например, на них, да, это, соответственно, важно. Еще раз, сроки, ход выполнения, задачи, риски и отклонения от, соответственно, некоторых ожиданий. Угу, да, ну, понятно, менеджерам нужна дорожная карта. Ну, безусловно, да, с дорожной картой можно действительно сверяться и смотреть ход выполнения задач. Не вышли мы за сроки или вышли? Вышли? Не вышли. Для рядовых сотрудников, для исполнителей, как и для команд, да, важно действительно понимать цели и сроки исполнения. На прошлой неделе я участвовал в ревью одного проекта, да, общался с коллегами и задал вопрос, что делают, какую информацию получают новые сотрудники, приходя в проект. Да, и мне было сказано, ну, чего, они получают доступ и сразу задачу Джиро и побежали. Говорю, он неплохо, хорошо, а им кто-то рассказывает про проект, про цели, про технологии, про подходы, про вехи, про то, как мы работаем. Ну, нет, они об этом узнают потом. Говорю, не, ребят, человек приходит, он не робот, он приходит не только работать за деньги, мы важен коллектив, мы важен проект, он должен быть сопричастным к успеху, и, соответственно, к провалу того или иного этапа. Поэтому будьте любезны, да, дорожную карту выньте, доположьте, да, то есть где мы находимся, куда мы спешим и какие у нас амбициозные задачи перед нами ставят руководство. Ок, ну, по себе скажу, что я активно использую дорожные карты, да, и, соответственно, проекты, соответственно, с моим руководством, с коллегами, с сотрудниками, да, и мы вокруг этого как бы работаем, мы постоянно как бы на ежедневной основе некоторые моменты у нас вызывают вопросы, пока не проработаны, но есть вещи, которые уже понятны, четкие, к ним там возвращаемся раз в квартал, чтобы просто пересмотреть. Ок, так, теперь, собственно, ну, как же ее строить, то есть это же не волшебство, не уличная магия, да, то есть должен быть какой-то пошаговый алгоритм, да, то есть первое, да, подумать, да, для кого создается карта, да, вот мы ее, она же может быть разного уровня, для инвесторов-руководителей, то есть вверх, или для команды, или это одно и то же, то есть мы, окей, проговорили о аудитории. Дальше, какой проект мы делаем, то есть это просто технологическое обновление существующей платформы, или это внедрение какого-то продукта, или вообще создание продукта, да, то есть проект или продукт, цели продукта, да, для чего мы это делаем, какие цели мы преследуем, да, и выписываем какие-то цели, с которыми мы, собственно, и хотим прийти при выполнении. Наша стратегия, да, то есть она заключается в каком-то кратком плагине или в шагах по ее достижению. Дальше, что следующее, да, это, соответственно, стратегия, это будут результаты. Какой будет результат? Мы сделали какой-то новый продукт. Это мобильное приложение, это оно на Андроиде, да, на Холлоуэ, да, соответственно, планшет он будет поддерживать, функция, да, как будет автоматическое там логирование по телефону, да, по отпечатку, по глазу, да, то есть вот такие вещи пользователям мы всем будем доверять, да, это внутренний продукт, это внешний продукт, и вот такие куча-куча условных как бы развилок, да, которые отражаются на нашу функциональность, мы должны в дорожной карте как-то отразить, да, то есть описание результатов, следующий наш, образно говоря, буллет, да, дальше, риски отклонения, то есть вот вряд ли мы попадем на горизонте трех лет с точностью до одного дня, одного часа, одной минуты, то есть ясный какой-то будет разброс, да, и стоит действительно заложить, то есть, например, в инвестиционных банках есть называемое понятие change freeze, да, или запрет на изменение, обычно он продолжается с середины декабря по середину января, почему, то есть на продуктив или на продакшн нельзя делать изменения, за исключением тех, которые идут от 10 миллионов и выше, да, то есть, почему, для того, чтобы обеспечить стабильность, надежность работы в рождественские, январские праздники, да, то есть это явно, то есть вы должны, образ говоря, попасть до середины декабря со своим релизом, со своим продуктом, если вы не попадаете, значит, ну, увы, да, вы точно переносите следующего, и вот это коротенький пример, да, если вы хотите показать на какую-то конференцию, вы делаете игровой продукт, то же самое, да, есть игровые конференции, есть конференции, там, по, почему угодно, там, по логистике, по производству, и так далее, то есть вам нужно отгрузить, сделать какую-то демо-версию, да, это, соответственно, нужно обязательно отразить, да, дальше, мы двигаемся в сторону, действительно, успеха, да, соответственно, что является мерилом успеха вашего продукта, вы просто написали код, вы его дали пользователям, да, пользователи дали какую-то обратную связь, да, у вас стало количество больше подписок, у вас стало больше платных подписок, то есть вот как вы оцените успех вашего продукта, как команда, да, поработала в этом квартале, они молодцы, они не очень молодцы, но должно быть как-то, ну, оцифровано это, да, ну, и, соответственно, в временах, да, как я говорил, это дедлайны, это мотивации, это не обязательно, еще раз, да, еще раз, дорожная карта, это не Библия, в котором все-все-все-все-все написано, но она должна быть емкая, красивая, удобная, да, и, соответственно, функциональная, соответственно, она должна отвечать на вот следующие, как бы вот буллеты, на следующие пункты, которые здесь упомянуты, ну, то есть метрики успеха, да, ок, это первый блок, идем дальше, собственно, дорожная карта и план проекта, да, одинаковые они или не одинаковые, ну, как вы уже поняли, не совсем одинаковые, да, если правосудие, да, давайте попробуем посравнивать, да, чем они, соответственно, отличаются, да, собственно, я в табличной форме свел основные моменты и, соответственно, их прокомментирую, да, сравнение дорожной карты и плана проекта, то есть дорожная карта посвящена стратегии для достижения четко обозначенных результатов, если у вас еще нет, куда вы, собственно, бежите, ну, тогда непонятно, какой успех, да, то есть вам нужно в ходе проработки этой дорожной карты, собственно, и сформулировать цели, если у вас они уже есть и есть стратегия, супер, вы просто оцифровываете, переводите в электронный вид, да, планы работы, наоборот, фокусируются на тактике, то есть на способах достижения целей, вы можете существующей командой сделать продукт, вы можете купить часть компонентов на рынке, вы можете заказать, не знаю, аутсорс, компанию, которая вам позволит с чем-то, вы можете нанять консультантов, которые вам помогут с бизнес-процессом, можете это делать сами, может быть, у вас бизнес-процесс уже известный, вам нужно технологически поменять, это, собственно, способ достижения целей. Дальше, дорожная карта действительно горизонт, да, то есть если мы говорим это долгосрочные инициативы несколько лет, да, обычные инициативы там по IT-трансформации, по трансформации бизнеса, классически это три года, и это окно трехлетнее, оно все время как бы смещается, пересматривается, адаптируется и смещается, да, соответственно, дальше оно разбивается на год, квартал, месяц, реже месяца не бывает, скорее нет, да, план проекта, даже если у вас большой проект, он все-таки фокусируется квартал, месяц, день, то есть года, это, ну, что-то такое крупное и скорее нет, скорее вот этап у вас более гранулярный, у плана проекта понятно есть там ресурсы, там может быть сервера, там может быть разные команды, то есть он совсем обладает другой гранулярностью и еще раз, он отвечает за тактику, то есть дорожная карта отвечает на вопросы, для чего мы делаем, кто это делает и когда это делает, а план проекта, да, в дополнение к этому определяет методы, инструменты выполнения задач, как говорил уже ранее, попробую еще раз повториться, что по-хорошему план работ, да, это помните СР, иерархическая структура работ, плюс ресурсы, плюс бюджет, так далее, в принципе, разрабатывается на основе дорожной карты, а не наоборот, ну, еще раз, бывает жизнь немножко меняется, да, ну, то есть получается, да, поэтому, смотрите, в то же время, да, то есть у нас еще раз есть одна карта, ну, максимум две, давайте одна карта, и может быть несколько планов, план развертывания, план создания продукта, план внедрения, план адаптации, план на этот квартал, план на это полугодие, то есть они с разным разрезом могут, соответственно, адаптировать, но дорожная карта, которая у вас, это верхняя, она одна, ну, и, соответственно, кто чего-то как бы драйвит, да, то есть у вас инвесторы, стейкхолдеры, заказчики, крупный бизнес, они, соответственно, вы их там согласовываете, вы их окучиваете, дрессируете вместе, смотреть на дорожную карту, что да, они там в правильном приоритете идут, про приоритеты мы еще поговорим чуть позже, клавнее, да, план проекта чуть-чуть ниже, но также важен, да, значит, теперь давайте общее, то есть у дорожной карты и у плана проекта много общего, оба документа отражают суть проекта, есть проект, и с ним надо что-то делать, нужно ставить задачи, нужно их оценивать, нужно их контролировать, нужно их мониторить, ну, сначала понятно, мониторить, потом контролировать, но они там взаимосвязаны, да, то есть и то, и другое описывают, по какому пути нужно идти, чтобы успешно завершить проект, и план, и дорожную карту можно и нужно корректировать во время исполнения или выполнения проекта. Короткий пример. Поставщик задержал партию комплектующих, или сервера у нас ехали, или сервера у нас умерли, извините, с ними надо что-то с этим делать. Главное отличие дорожной карты от плана стоит в том, что карта это общий обзор, то есть вы с высоты птичьего полета обозреваете, вот куда мы всем двигаемся. Без детализации, на все подэтапы, спринты, бэклог рефаймент, то есть все-все-все атрибуты, действия, ретро, agile и так далее. Вот дорожная карта над этим, она чуть-чуть выше, она вот тут. А план, соответственно, все вот это делает. То есть еще раз, дорожная карта визуализирует, куда команда должна прийти, в какие сроки. А план это пошаговая инструкция, делай так, я на критическом пути, а если не так, то делай вот так, сделай здесь одновременно с вот этими командами и тут такие-то зависимости. Все, это вот плюс-минус, видите, я подровнял, вот есть дорожная карта, есть план проекта. Они разные и на самом деле взаимодополняют или обогащают друг друга. Идем дальше. Чуть-чуть поговорим про приоритеты. Значит, приоритетами управляет бизнес. В то же время, ну, то есть, кто заказывает музыку? Ну, наверное, тот, кто платит. В то же время, есть понятно, что в отрыве от IT это невозможно сделать. Ну, потому что как? Бизнес говорит, например, да, я хочу новую ERP-систему завтра. IT говорит, знаете, мы за завтра еще даже не откроем тендер. Мы не успеем даже купить готовую, если бы очень даже хотели. Невозможно. Ну, и обратная ситуация. IT говорит, мы хотим собственную разработку сделать. Или наоборот, собственной разработкой у нас нет ресурсов, давайте готово. А бизнес говорит, ну, конечно, так и сделаем. То есть, явно происходит некоторый диалог взаимодействия между бизнесом и IT. Есть, конечно, чисто айтишные проекты, которые заключаются в том, что надо обновить технологический какой-то стэк, да. Причем бизнес-процессы, бизнес-трейнер вообще неизменны. Ну, или с минимальными какими-то вкрапинами. Да, это основной драйвер IT, бизнес здесь вспомогательный. Бывает равное партнерство, когда в компаниях действительно и бизнес-директор по производству, по логистике, и, соответственно, IT-директор, например, выступает равными партнерами и реализуется совместный проект, потому что оба или трое или четверо заинтересованы. Или там директор по персоналу. Тоже отличный проект, в котором может ли он или она сделать проект без IT. Нереально. Может ли IT делать без директора по персоналу и внедрить какой-то HR-проект. Тоже нереально. Поэтому здесь идет коллаборация или сотрудничество. Действительно нужно расставлять приоритеты, потому что хочется все моментально и все сразу, но всегда есть ограничения. Время, деньги, ресурсы, технологии, внешние зависимости, санкции и так далее. То есть много чего есть, поэтому нужно приоритеты. То есть продуктовые команды действительно часто сталкиваются с непростой задачей. Отказаться от идей добавления одних характеристик, чтобы иметь возможность реализовать другие. Ну, то есть должно быть какой-то компромисс. То есть необходимо найти метод приоритетизации или расстановки приоритетов. Свойств, функции продукта. Чтобы команды, хочется понимать, что если у вас проект действительно большой, то это не одна большая команда, а множество маленьких. Они между собой, соответственно, с одной стороны, издалированы или атомичны и могут в свободном полете что делать, но у них должна быть обязательная синхронизация. Примерно как архитектура. Когда вы делаете монолит, все хорошо, но он, соответственно, монстр. Его очень сложно повернуть, отпилить, заапгрейдить. Невозможно. Когда у вас маленькие компоненты, которые между собой взаимодействуют, это, соответственно, значительно проще. Но накладываются дополнительные трудозатраты на выравнивание и на координацию таких активностей. То есть команды необходимы действительно их научить или они сами должны, или руководство им должно дать инструмент, собственно, оценивать идеи, гипотезы, функционал, требования по всяким множественным критериям. То есть это должно быть, в принципе, не только чутью или чуй, как говорят. О, эта задача простая, я так чую, я так знаю, все. Значит, и делаем ее быстро. То есть от этого надо немножко как-то отходить. Значит, у нас основные драйверы. Это три. Принятие решений. Это одна история. То есть, на самом-то деле, существует бесконечное число действий, которые мы можем совершить в любой момент времени. И четко расставленные приоритеты могут помочь нам разобраться в ситуации. Ну, на уходящий автобус, или пропустить, или взять такси, или поехать на своей машине, или поработать из дома. Куча-куча развилок со самими плюсами и минусами. Если я оцифрую, если я покажу, чего я хочу достичь, какие у меня есть возможности, я, соответственно, приму правильное решение. Причем, даже если правильное решение окажется в какой-то момент неправильным, у меня есть возможность переключиться. Да, я поехал на такси, такси попало в аварию, у меня все равно есть время, то, что взять другое такси, например, или пересесть на метро, и наоборот. То есть, такое есть выражение, что приоритетизация – это противоядие от хаоса. Подумайте насчет этой фразы, она достаточно неплохая. То есть, мы говорим, это принятие решения. Второе – управление ресурсами. Значит, ресурсы, будь то время, деньги, усилия вашей команды, да, они всегда ограничены. Поэтому имеет смысл тратить лишь на те виды деятельности, которые принесут наилучший результат или, да, то есть, максимальный, при минимальных затратах. То есть, это повышение эффективности. То есть, расстановка приоритета, да, является, собственно, надежным способом достичь некоторого баланса. Третья составляющая – это, соответственно, единой цели проекта. Приоритеты определяются, собственно, целями компании или департамента, которые заказывают тот или иной продукт, например. Ну, то есть, если мы говорим, это ERP-стема класса, да, такого, то это, конечно же, вся компания, да, или главная компания заинтересована в ней. То есть, при этом, да, обсуждается важность той или иной характеристики продукта. Это отличное упражнение, которое позволит команде, да, пойти к согласию и выработать единую систему ценностей. Ок. Хорошо. Идем дальше. Значит, как нам действительно эти приоритеты расставлять? Ну, то есть, понятно, там, подумать и, там, дождаться озарения – неплохо, но хотелось бы что-то там поинтереснее, да. То есть, какой-то, какие-то механизмы или методы оцифровки, да. Например, есть такая система, называется RISE. От, соответственно, сокращения, да, reach – охват, I – impact, C – первого бога confidence – уверенность, да, и, соответственно, и effort – усилие. Да, то есть, получается, охват означает приблизительное число людей, которых может заинтересовать конкретная идея или фича. То есть, принимая во внимание этот показатель, да, не станете удовлетворять требования самых активных пользователей, да. То есть, надо учитывать, на самом-то деле, всем, да. I – это воздействие, да, это цели вашей компании, чего вы пытаетесь достичь, какой конверсии, повышение вовлеченности, да, увеличение прибыли и так далее, да. Уверенность. Способ действительно оценить, насколько команда уверена в том, что новая характеристика, да, она действительно даст ожидаемый эффект пользователям. Ну, то есть, вот такая история. Ну и, соответственно, effort – это, соответственно, траты, которые необходимы нам для реализации вот этой функциональности. Ну, и, соответственно, всю функциональность можно именно вот по такому воздействию оценить. То есть, у нас четыре параметра – охват, воздействие, уверенность и усилие. И, соответственно, да, от большего к меньшему мы можем делать. Вот у вас там первая модель, например, при атеризации требований. Вторая есть, да, еще. Ну, то есть, их много, но сейчас я просто покажу. Значит, модель КАНО, да, значит, это те характеристики и функции продукта, которые пользователи обычно принимают как должное, да. На самом-то деле, есть функции, которые, если они реализованы плохо, да, то люди, наоборот, будут разочарованы. То есть, да, дилемма между тем делать, но хорошо или не делать совсем, чем делать плохо. То есть, у нас, получается, есть характеристики в разрезе такие. Базовые, да, при которых пользователь удовлетворен продуктом. В случае их отсутствия испытывает ощущение неудовлетворенности. Знаете, что-то мне не хватает. Вот капучино, да, знаете, я вот кофе мне налили, а молока не в спиннере. Ну, знаете, это совсем базовая вещь. Не, плохо. Привлекательнее, да, второй параметр, да, это пользователи не имеют ожидания. То есть, у меня не было никогда опыта, я никогда там не заказывал с мобильного телефона. Оказывается, можно. Это интересно. То есть, если такие фишки появляются, это положительная реакция, да, это повышение уровня удовлетворенности и лояльности ваших, соответственно, пользователей, да, или заказчиков, да. Ну, то есть, иначе говоря, если продукт не обладает ими, то пользователь не будет расстроен. Да, базовые, привлекательные. Третьи, это, соответственно, у нас будут безразличные, да. То есть, вот есть они или нету, то есть, вот их наличие или отсутствие, вот никак не влияет на пользователя, на их кайф, на удовлетворенность. Соответственно, реализация, ну, пустая трата ресурсов. Это вот очень такие классные вещи, которые, если вы подмечаете и можете через эту призму провести, ну, просто вы понимаете, зачем? Зачем тратить время и деньги, чтобы реализовать то, что, в общем-то, за что деньги не платят, то, что пользователи не оценят, ни негатива тоже вам не напишут, просто выкинули деньги. Только для того, чтобы просто удовлетворить, ну, какое-то эго, что да, мы можем, ну, это неэффективно. И, соответственно, четвертый, четвертый графа, да, или четвертый квадрат, это, соответственно, нежелательные. То есть, они получаются отрицательные, да. Отсутствие этих свойств или функций, да, может положительно повлиять на взаимодействие с продуктом. И напротив, да, как только вы добавляете, да, то негативную реакцию. Например, из последнего, свежо. Значит, есть приложение Тинькофф, извините, не реклама, хотя не нравится этот банк, да, и те сервисы, которые он оказывает, продукты. Значит, есть там функция для выдачи заданий ребенку, если у вас детская карта, есть ребенок, соответственно, можно ему делать задания и, образно говоря, выставлять оплату за то-то или иное достижение, да, там, классную оценку, получение кубка, там, уборка посуды, да, все что угодно. И раньше действительно был функционал, когда можно было привязать эту задачу к определенной дате, причем без какого-то ограничения по времени. К чему я? То есть, например, я ставил оценки на получение всех пятерок в четверть. Четверть, понятно, длится несколько месяцев, да, и, соответственно, можно. Внезапно я обнаружил, что сделали новый функционал, потому что можно ставить задачи только на один месяц. Мне это реально неудобно, да, то есть, вся, собственно, идея мотивации, она как бы нигилируется, то есть, я не могу поставить это в начале четверти, сказать, если ты сделаешь, получится пятерки, если ты достигнешь такого, если ты получишь такой результат, вот тебе такая-то финансовая подарок, да. Сейчас ты должен ждать, чтобы остался в ровном месте. Неудобно. Это именно та самая нежелательная функция. Я написал в поддержку, жду, соответственно, реализации, что мне скажут. То есть, явно какой-то, ну, такая негативная фишка. Окей. Третий. Да, почему бы не сказать, что, почему есть еще варианты, как можно приоритет расставлять. Надо понимать, что это важная история, и не пройдя ее, вы все время будете натыкаться на проблемы. А вот нам кажется, это важно, а нам кажется, не важно. А что мы делаем? Команда будет сбиваться. То есть, вам нужно выработать ту методику, которая будет хорошо работать и подходить именно к вам. Это, еще раз, напрямик относится к нашей теме сегодняшней. Значит, метод Moscow, да, или Москва по-русски, да, то есть, действительно, очень удобен в приоритетном порядке расстоять, если у вас мало времени. То есть, это вот зубодробительная тема, которая работает всегда, да. Является аббревиатуром просто английских слов, английских глаголов. Must. Задача, которая имеет самый высокий приоритет, да, поэтому, видите, буква M большая, но не только из-за уважения к нашей столице, нашей родине, но и все-таки. И это необходимо выполнить в любом случае. Все. Кровь из носа фокусируемся на M, да, на Must. Второе, соответственно, Shoot. Не самые важные характеристики, но также следует реализовать после первой группы. Все. Третье, это, соответственно, Could. Ну, желательно, если будет возможность. Если нет, никаких проблем. Ну, значит, не сделали, не сделали. Ну, и, соответственно, последнее, это, соответственно, Want. Да, то есть, не надо, will not. Не надо делать. То есть, у нас никогда не хватит ресурсов. Просто кладем в бэклог. Чтобы просто не забыли все, никогда не будем делать. Все. M, S, C, W. Вот такая история. Да, значит, в чем сложность? То есть, я сказал, что она всегда работает, но нет четких критериев распределения характеристик и функций по группам. То есть, вот как понять, что должно быть Must, а вот это, соответственно, Shoot. Да, это, соответственно, работает еще раз на коротких промежутках времени и отчасти с директивным управлением. Да, когда кризис менеджмент или необходимость быстрого согласования, еще чего-то. Да, потом уже можете уже как делать. Если у вас все четенько, аккуратненько по процессам, ну, тогда двигайтесь в сторону, там, модель Канон, тем более, если вы делаете многие гипотезы. Ну, или, соответственно, Rise. Ну, и остается последнее. Это, соответственно, мегафаторная матрица. Что делаете? Вы выписываете, соответственно, все характеристики, по которым вы хотите оценивать. Например, отсекающие критерии, горизонтальность масштабирования, удобный интерфейс, да, соответственно, конфигурируемость там бизнес-процесса и так далее. Написали. И дальше придумаете шкалу, можете добавлять весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты нужны, если вы, соответственно, хотите повысить или, наоборот, понизить долю значимости того или иного критерия. Да, если нет, можете оставить единицу, то же самое, что его нет вообще. Все. И, соответственно, проходитесь по всем, как бы, кандидатам, по всем вашим, там, фичам, историям, таскам, джирам, эпикам. Если мы говорим в разрезе все-таки дорожной карты, то это, соответственно, эпики. Да, если вы, соответственно, вниз идете, то это может быть хотя бы задача. Все. Вот четыре методики, которые я рекомендую вам там смотреть, знаете, не знаете, в общем, используйте. Все. Значит, приоритеты. Да, значит, у нас дорожная карта. Мы набросали вообще какой-то функционал, который нам вообще в целом в проекте хочется сделать. Теперь мы, соответственно, расставили приоритеты, понимаем, что более важные надо в начало, более рискованные в начало, да, менее важные там в серединку, ну и, соответственно, неважно, там, когда-нибудь в конец, глиж бюджет уже кончится и проект вообще и так будет успешный. Не надо это делать. Дальше. Идеально в первый квартал сделать все. Здесь мы подходим к такому моменту, как ограничения. Если бы у нас было бесконечное количество ресурсов, бесконечно быстро и классно они работали, то мы бы, ну, удивительным образом, наверное, все сделали бы. То есть нам нужно, на самом-то деле, подумать над ограничениями. Какие они бывают в проекте? Бюджет. Нам нужно 10 миллионов, дают только 5. Ну, явный повод, чтобы сфокусироваться на приоритетах функционала и, соответственно, остальное просто отсечь. Все. Классический пример MVP. Minimum Value Product. Продукт, который с минимальной достаточностью и функциональности можно уже выкидывать на рынок. Уже можно показывать пользу внутренне и внешне. Дальше. Материальные ресурсы. Все хорошо, но вам облако, например, дадут только там во второй половине года. Все. Значит, не зашивайтесь. Используйте локальные сервера. Используйте только на тестовых стендах и так далее. Да. Рассчитывать это как, наоборот, подарок. Экономия бюджета. То есть, может быть, это не так уж плохо. Но есть вещи технологические, которые вы сможете проверить только, когда вам облака дадут. Развернут, и там окажется, что не все так стабильно и удобно и надежно. Архитектура. Говорил. Одно дело, вы делаете систему, где у вас там 5000 сотрудников. Другое дело, там 50 тысяч сотрудников. У вас номенклатура 10 тысяч, у вас 10 миллионов. Вам нужно сделать веб-приложение, которое работает со 100 одновременно пользователями или 100 тысяч одновременно пользователями. Абсолютно разные истории. Разные стоимости, разные длительности, разные подходы. Все другое. Сроки. Это то, что накладывается уже на вашу дорожную карту, когда вы уже с приоритетами проработали. Поэтому получается такая некоторая дешево. Значит, Redline и Deadline. Deadline. Есть даже такой роман Демарко, посвящен управлению проектом. Redline не все знают, значит, что это означает. Deadline это все смертельно подобно. То есть, линия смерти, образно говоря. То есть, перейдя через дни, которые все, вы в провале. Вы должны там отгрузить. Опытные менеджеры, опытные управленцы делают что? Отступают чуть-чуть назад, в зависимости от длительности проекта, чтобы стараться сфокусировать команду на вот эту дату. То есть, если у вас релиз 1 октября, держите в голове и показывайте на дорожной карте 15 сентября. Пусть это будет ваш загашник. Возможность совершить ошибку, возможность чего-то не учесть. Срабатывание рисков и все ваши противорисковые механизмы не сработают. И вам еще вот эти две недели реально спасут карьеру, спасут жизнь. Закладывайте их. Redline, Deadline. То есть, мягкий Deadline и жесткий Deadline. Скорость команды. Это тут в основном критерии двух моментов. А. Чем больше у вас сотрудников, тем потенциально быстрее вы можете бежать. Второй момент. Соответственно, опытность сотрудников. У вас 5 опытных сеньоров, разработчиков с 10-летним стажем. Или, соответственно, 10 джун разработчиков, которые вчера закончили какую-нибудь практику. Разная история. Несмотря на тех, что в 2 раза больше, опыта у них в 500 раз меньше. Все. Скорость команды. А мы говорим по скорости команды. Это, соответственно, количество реализованных функционала. В единицу времени. В неделю. В спринт. В квартал. То есть, важно и опытность их. Опыт. И, соответственно, количество. Поэтому давайте назовем это velocity. Скорость команды. Функциональности. Внешние зависимости. Доступность облака. Доступность лицензий. Привлечение консультантов, которые выйдут с 1 мая. Поэтому до апреля работы за них никто не сделает. Например, наоборот, ваша команда тестирования. Сейчас они с вами. А с 1 июня вы ее должны отдать на какую-то другую стратегическую инициативу внутри компании. То есть, делайте все возможное, чтобы из этих команд тестирования бедные выжать 146 процентов эффекта. Да. И тогда вы успеете. А иначе все у вас заберут и привет. Поэтому, в зависимости действительно от вот этого момента, от ограничения, у вас дорожную карту, которую на предыдущем этапе нарисовали, сделали, сконструировали, она будет либо сжиматься. На вас поджимают сроки. Либо какие-то моменты будут растягиваться. Может быть, последовательность этапа меняться, да, если есть зависимости. Что-то вы сможете не просто сжать. О, мы это делали три месяца, сделаем за два месяца. Вы просто начнете раньше с меньшим погружением. То есть, вы попробуйте параллельность. Справа на картиночке видно, что некоторые там желтые, да, прямоугольнички, синенькие, зелененькие и красные. Видите, они внахлест идут. Параллельность. Слушай, пора нам собираться на велосипеде, ехать на занятия. О, извините, там у кого-то. Давай, давай, поедай и поедем. Ася, можешь, пожалуйста, звук убрать у учеников? Так, продолжаем дальше. Итеративность. Почему нам нужно, соответственно, учитывать? Потому что, как я говорил ранее, смотрите, вряд ли у вас проект будет заключаться из одной вехи. То есть, из одного из этапов. Начали и закончили. Будет какая-то движуха. Будет у вас там фаза MVP, фаза пилота, фаза масштабирования какое-то. У вас была там сокращенная аудитория на пользователей, потом, соответственно, шире, шире, шире и так далее. Функционал, да, релиз вы там делаете только на пользователей регулярных, потом на корпоративных, и так далее, и так далее. То есть, поэтому вам нужно будет, да, образ говоря, функционал обязательно разбить на какие-то интервалы. Желательно регулярно, так проще. Послушайте, поэтому иногда скрам считается, например, там жесткой методологией, но на самом деле загоняет вас в рамки. Она вас немножко структурирует. Поэтому, с чего можно начать? Да, сверху вниз. Да, если у вас все-таки проект большой, отмечаем квартальные веки. Па-бам! Их, соответственно, понимаете, четыре в год. Основные релизы, да, у меня были проекты, где всего два релиза в год, соответственно, раз в полугодие. Есть проекты, которые идут чаще. В принципе, одного месяца достаточно с хорошей организацией, с не очень большой командой, с четким функционалом, чтобы действительно каждый месяц давать релиз, давать отгрузку пользователям. Ну и, соответственно, дальше, если вы идете, дробите, и у вас все-таки на уровне каждого спринта, на уровне каждой итерации есть какой-то билд, который вы можете отдать пользователям, но это классно. Соответственно, тоже это имеет смысл нанести на дорожную карту. Все, у вас есть какие-то отсечки. Дальше, соответственно, что вы сделали? Во функционал, это мы забегаем уже, это так немножко повторяюсь, ну просто перед приоритетом. Мы разделили по трудозатратам или по емкости. Это не длительность, а все-таки трудозатраты, потому что мы понимаем, что человек и часы, и часы это немножко разные, человек и дни. Поделили проще всего в футболках, то, что называется, в футболках или в майках. L, large, medium, small, бывает extra small, extra large и так далее. Extra large никогда не берем в работу, не ставим на дорожную карту, точно дефрагментируем. Дальше, с учетом тех вещей, которые проговорил ранее, а именно, приоритет от бизнеса, от IT, от смежных подразделений. Размеры, которые вот мы посмотрели в футболках. Скорость команды, да, то есть, образно говоря, одну large, мы сколько бы делаем? Один месяц, один квартал, да, сколько, наверное, да. Есть зависимости. Мы, соответственно, вот вы, собственно, и располагаете. И дальше история у вас, соответственно, повторяется. Окей, вы запланировали первый квартал, емкость все больше не влезает, идете к второму, идете к третьему. То есть, у вас итеративный подход с точки зрения формирования дорожной карты и с точки зрения, собственно, раскатка вашего продукта тоже, соответственно, есть этапы, есть итерации. Вот этот важный момент, смотрите, заключается в следующем, что ваши инвесторы, ваш руководство не ожидают, что, в принципе, каждое значимое вехо будет сопровождаться каким-то новым функционалом. Не берите на борт функционал больше, чем квартал, да. Разделите его на части. Базовый функционал, условно, что пользователи уже начнут работать с отчетами. Например, они могут табличный вид, видите, они могут видеть простые графики и какие-то фильтры. Во втором релизе, вы называете репортинг 2.0, да, то есть, отчеты продвинутые, есть возможность кастомизации, сортировки, появятся какие-то пай-чарты, дистограммы и так далее. То есть, не делайте целиком один единый продукт, вот вываливаете на пользователь и все, да, вы увеличиваете время, соответственно, реализации, а, соответственно, ухудшаете свой ROI, возврат инвестиций, return of investment. Вы позже получаете обратную связь от пользователей, да, ну и, соответственно, утягощаете управление таким проектом. Наоборот, сокращайте, поэтому делите функционал на базовый, продвинутый, суперпродвинутый, да, и каждый раз давайте его пользуемся. Окей. Последний кусочек, который хотелось, собственно, осветить, да, про изменения. Как говорил, что не бывает проектов, которые не подвергаются изменениям, да, потому что жизнь наша очень динамична, бизнес, соответственно, тоже не стоит на месте, да. Этому способствуют наши конкуренты, наше видение рынка, наше государство, соседние государства, вообще технологии в мире, да, то есть все друг друга драйвят. И если, образом говоря, вы там начнете пробуксовывать, вы начинаете оставаться за бортом. Поэтому нужно, как говорил Алиса, да, в книжке Лиса Кэролла, надо бежать изо всех сил, чтобы хотя бы оставаться на одном месте. Для того, чтобы куда-то убежать, нужно бежать еще два раза быстрее. Поэтому все то, что меняется в проекте, да, вам нужно смотреть с этим, с открытым забралом, да, и отражать это в вашей дорожной карте. Да, например, ну, давайте я поперечислю основные, собственно, нюансы, да. Цели проекта могут поменяться. Так просто его надо точно надеть. Вы можете, я говорю, ориентироваться, да, на изначальные цели, потом, соответственно, они поменялись, да, у вас поменялся или там стал еще один там соинвестор, он хочет чего-то еще своего. Окей, пожалуйста, вам надо это, соответственно, учитывать, да. Дальше, требования сплошь и рядом, да, причем это может быть не маленькие требования, а реально крупные макро-макро-урни, они, соответственно, могут меняться от ручного построения отчетов до, соответственно, автоматических. От того, что вам нужно завести пользователя в десяти системах, чтобы была единая точка входа, ролевая модель, наследование, единый источник данных, да, соответственно, все справочники должны тоже. Откуда они собираться? Раньше у вас было пять систем, кто является источником, то есть golden source, да, для товаров одна история, для категории вторая, для поставок третья, для контрагентов четвертая, ну, то есть исторически у вас разрозненные системы, значит, нужно их правильно как-то агрегировать, кто заотвечает за данные, за качество данных. Угу. Сроки, да, могут вас поджать сказать, давайте этот проект сделаем на полгода раньше, или просто перенесем, знаете, сейчас, ну, классическая история, например, там, фильмы, вы увидели, что фильмы редко бывают, что одновременно в одну неделю выходит, там, и боевик, и комедия, триллер, да, специально разносят с точки зрения проката, чтобы собрать максимальную кассу, да, чтобы люди сначала сходили на один фильм, заплатили денег, купили билеты, купили, раньше были там, DVD, кассеты и так далее, да, купили подписку на стриминговой платформе и так далее, потом пошли на второй, на треть, чтобы они, образно говоря, не получилось так, что они выбирали между фильмами, они должны выбрать каждый, и этот, и этот, и этот, да, собственно, специально разносится по срокам, поэтому вполне реальная история, как удлинить срок, да, отодвинуть, вот, там, продакшен, препродакшен. Приоритеты, да, это может быть, еще раз, там, выход, например, новой регуляторки со стороны государства, изменение налогообложения, да, открытие новых возможностей, открытие новых филиалов, там, по регионам, и у вас, соответственно, резко меняется, там, логистикой, меняется ваша интеграция в рамках вашей, там, головной группы компаний. Бюджет. Иногда он расширяется, иногда он сокращается, иногда он трансформируется, вроде у вас есть статья, но вы ее потратить в этом квартале не можете, исчерпались. А можем ли мы сделать заимствование? Под вопросом, да, и вы, например, вы можете столкнуться с ситуацией, что вы, например, в штат не можете взять сотрудников, зато вы можете прийти к аутстафу, вы вынуждены бежать там на рынок, просить классных специалистов на 3-6 месяцев, чтобы они вам проработали, например, UI-интерфейс или интеграцию или бизнес-требление, потом, соответственно, прощались, заплатили все. Спасибо. И оборотная история. У вас может в какой-то момент консалтинг резко сократить и внешне подряд, зато вы можете взять людей для выполнения части проекта внутри. Супер. Такая история может быть. Команда. Ну, тут вообще как бы классно. У вас есть существующая команда и, например, вы верстали дорожную карту, исходя из нее, а потом часть команды ушла на другой проект, часть команды стартанул третий проект. Кто у вас, соответственно, есть? Кто-то амбиции, у кого-то выросли, кто-то ушел в другую компанию, то есть у вас какая-то происходит движуха. Команда, где находится в одном офисе или, соответственно, распределенная, у вас нет экспертизы, она появилась, вышли новые сотрудники, они вас там усилили, например, да? Ну, вряд ли ослабили, но усилили. Хорошо? Внешняя зависимость. Я про это, собственно, говорил, да? Вы тут, бывает, можете кого-то прогнуть и продавить свои сроки и свою последовательность работ. Бывает, что никак, да? Вынуждены двигаться, да? Ну, и, соответственно, собственно, этап. Этап один, этап два, этап три. Ну, вот важный посыл от меня, еще раз, по мере продвижения, да, по вашей дорожной карте. Отражайте, пожалуйста, эту историю. Это у вас там сделано, это, соответственно, поменялось. Вы все время должны, как бы, прогнозировать, все время формировать будущее, то есть работа руководителя проекта в широком смысле, да, это формирование правильного будущего и выстраивание, собственно, карты движения. Как мы к нему приходим, с помощью каких ресурсов, используя какой бюджет, несмотря на какие ограничения, все, коллеги, спасибо. Это то, что я хотел сегодня вам рассказать, поэтому готов выслушать какие-то уточнения, вопросы. Если есть что-то в чате, я с удовольствием посмотрю. Миша, спасибо большое за интересную информацию. Коллеги, вы можете пока написать вопросы, и у меня еще осталось для вас одно дело. Сейчас, секундочку. Так, как и обещала, у нас для вас есть небольшой бонус. Так, минутку. Для всех участников сегодняшнего вебинара у нас приготовлен промокод промо-2024. Он дает скидку на курсы 30%. Можете зарегистрироваться у нас на сайте на любые курсы по ERP-системам и воспользоваться промокодом. Будем рады вас видеть. Если у вас вопросы по курсам, пожалуйста, обращайтесь. Наши менеджеры вам помогут с выбором. Так, и можем переходить к вопросам. Да, коллеги, благодаря тебе. Да, пока вижу. Всем спасибо. Да, и презентации, ну, скажи, пожалуйста, презентацию мы высылаем участникам или выкладываем. Нет, мы только запись, только запись. Там будет вся, да, вся презентация. Хорошо, ну, я думаю, оттуда можно, если что, сделать скриншоты. Да, если кому-то нужно отдельно презентацию, пожалуйста, напишите также нам на educationsobakaibs.ru что-нибудь придумаем. Ну, хорошо, коллеги, спасибо. Рад был с вами пообщаться. Надеюсь увидеть или услышать или то и другое у вас на наших тренингах. Тогда вам хорошего вечера, хорошей продуктивной недели. Спасибо. Коллеги, до свидания. Ждем вас на наших курсах и также на бесплатных вебинарах. Следите за нами в Телеграме, мы там выкладываем все анонсы.